Белорусские карьерные самосвалы просто поражают своей мощью, неприхотливостью и способностью справляться с поставленными задачами. Практически в любых условиях. Недаром их считают одними из лучших в своем классе. Однако даже эти гиганты кажутся скромными малютками на фоне супер-белаза. Заводской индекс этого монстра в БелАЗ 75501. Впервые его показали публике в 1991 году и автомобиль произвел настоящий фурор. Еще бы, ведь он был способен увезти почти 300 тонн груза, а размеры имел такие, что для контроля происходящего вокруг зеркала были просто бесполезны. Вместо этого на самосвал повесили камеры, которые транслировали изображение на экран, установленный в кабине. Местом работы для этого былинного богатыря стало Нерюгринское угольное месторождение, куда БелАЗ 75501 был доставлен по железной дороге. В серьезной машине серьезная работа. После небольших испытаний на местности гигант заступил на службу. Те, кому довелось в нем побывать, очень высоко оценили удобную просторную кабину. К ее разработке помимо беларусов приложили свои знания коллеги из Японии. В кабине имелся кондиционер и музыкальная система. Для сменной одежды был предусмотрен небольшой шкафчик. Кроме этого на заводе отлично поработали над шумоизоляцией и в общем сделали все необходимое для комфортной работы. Однако закончилось все довольно прозаично. Огромный самосвал практически символ надежности и мощи сломался. Ну а поскольку серийно подобные машины не производились, то запчасти к нему найти было задачей нереальной. Пока думали, что с ними делать, гиганта просто отправили на отстой. Решение проблемы затянулось на неопределенный срок и все это время огромный автомобиль банально ржавел и ветшал, забытый никому ненужный. В 90-е было уже не до него.